В эфире новости ЮРГУ. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Яна Гауфлер. Здравствуйте. В Южноуральском государственном университете состоялась встреча иностранных обучающихся, представителей образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Челябинской области, и диаспор с представителями Главного управления по вопросу миграции МВД России по Челябинской области. Мероприятие дает студентам получить важную информацию с первых уст. Данное мероприятие проводится ежегодно для вновь прибывших иностранных студентов, и благодаря площадке ЮРГУ, предоставленной, мы можем это провести и онлайн, и оффлайн режим. То есть иностранные студенты могут задать вопросы и получить нужную для них информацию, которую мы рассказываем об изменениях в миграционном законодательстве, необходимую для них информацию об оформлении разрешительных документов для пребывания на территории России, об ответственности за нарушение миграционного законодательства. То есть ответить на их вопросы. На круглом столе иностранным обучающимся рассказали, какие документы требуются для получения разрешения на временное проживание, а также о получении гражданства в Российской Федерации. Когда иностранный студент приезжает в Россию, он, конечно же, может потеряться в первое время, потому что все очень новое, все необычное, еще и требуется много каких-то документов оформить. Не все справляются с этим самостоятельно. Для этого мы для них работаем, мы как управление международного сотрудничества. Ахмет Аллахалавани, студент ЮРГУ из Египта, получает уже второе высшее образование в нашем университете. По его словам, он старается всегда посещать мероприятия, организованные для иностранных студентов, потому что так узнает о новых изменениях в законодательстве. ЮРГУ, потому что там они относятся к иностранцам очень хорошо, и здесь можно получить хорошее образование, хорошее диплом. Я хотел, сначала поступил на РВБ, ВНЖ, и подавал на экзамен носитель русского языка. Меня одобрили, и я подавал документ недавно на гражданство. И сегодня я узнал, что у меня решение готово. Ежегодные мероприятия проводятся в формате онлайн и оффлайн. Участниками круглого стола стали не только иностранные студенты ЮРГУ, но и других вузов города. Состоялось открытие проекта «Понеслось», ориентированного на внеучебную деятельность студентов Южноуральского государственного университета. «Понеслось» – масштабный проект внеучебной деятельности Южноуральского госуниверситета. В рамках программы студентам помогают адаптироваться в вузе и выстраивать свою образовательную траекторию, развивать креативность, критическое мышление, коммуникацию и кооперацию через образовательную программу. В новом учебном году состоялся старт проекта, который возглавил новый руководитель. Мы решили, что это будет очень интересным подходом, поскольку у меня, как у руководителя, получилось пройти все стадии проекта, от участника до работы в определенном блоке и до руководства в конце. Поэтому вот такое креативное решение было принято. Ощущение прекрасное, потому что была проделана колоссальнейшая работа всей команды, и все у нас прошло хорошо по плану, поэтому мы довольны. От участников мы ожидаем, прежде всего, их позитива, их заряда, потому что ребята с каждым годом приходят максимально разные, максимально активные, и с ними очень интересно работать. Проект «Понеслось» имеет уровневую систему. Каждый направлен на проработку отдельных компетенций. Весь путь участников будут сопровождать наставники. Я участвовал в главной роли на открытии, поэтому у меня очень классные впечатления. Я очень сильно ждал этого, потому что для меня это первый опыт выступления на сцене при такой большой публике достаточно, поэтому мне все очень понравилось. Я ожидаю, чтобы пришли очень много новых заряженных ребят, которых мы сможем запустить, открыть двери, которым мы сможем вовне учебки, и показать, что это правда очень классно, как мы, я надеюсь, показали на открытии. И у нас в Южноуральском еще прибавится очень много новых активистов. Тема первого занятия – эффективная коммуникация. Участникам расскажут, как лучше понимать друг друга и поделятся основными правилами деловой коммуникации не только в мессенджерах, но и в жизни. Проект межуниверситетского кампуса в Челябинске получил награду на Московской премии. Подробнее в сюжете. В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства «Ведомости Импульс». Проект межуниверситетского кампуса, ключевым участником которого является Южноуральский государственный университет и другие вузы Челябинска, в рамках национального проекта «Наука и университеты» получил первую премию в специальной номинации «Инвестиции в будущее». На премии были представлены 57 проектов, среди которых дорожного строительства, межрегиональные инфраструктуры, здравоохранения и коммунальных услуг. Их оценивали по нескольким критериям – этап развития, отраслевая специфика и общая экономическая ситуация. Цель премии – «Ведомости Импульс» привлечение внимания к реализации инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства и выявления лучших практик социальных преобразований. Студенты ЮРГУ встретились с героями Российской Федерации в рамках патриотического проекта «Молодость и героизм». Для обучающихся Южноуральского государственного университета прошла встреча с героями Российской Федерации, получившими высшее звание за заслуги перед государством и народом. Студенты нашего вуза в ходе открытого живого общения с героями обсудили патриотизм и его значение в современной жизни. Роль патриотического воспитания, оно ниже секундное, оно – это длительный очень процесс. Это начинается в семье, детский сад, семья, школа, университет, рабочий коллектив. Были определенные моменты упущены, поэтому сейчас нам необходимо воспитать патриота своей страны. Проект «Молодость и героизм» осуществляется в России уже второй год во всех вузах страны. На встречу гости со студентами обсудили факты проявления молодежью героизма на конкретных примерах, а также поговорили о том, что место для настоящего подвига есть всегда. Нашему университету сегодня выпала уникальная возможность принимать данную выставку. Она приехала прямиком из Москвы и далее следует в Сибирь. Мы единственные на Урале университет, который принимает и гостей, и данную выставку. Мне кажется, это уникальная возможность, которой нашим студентам следует пользоваться. Мы планируем в рамках плановой деятельности управления по внеучебной работе проводить такие акции регулярно. Ведь только встречи непосредственно лично с такими выдающимися людьми способны оказать благоприятное воздействие на студентов. Также для студентов и гостей ЮРГУ работала медиавыставка «Молодость и героизм», рассказывающая о подвигах Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда и Героев Труда Российской Федерации, получивших звание в молодые годы. Здесь Герои Советского Союза представлены, здесь Герои России, а их уже полторы тысячи в стране, которые отличились подвигом ратным на всех горячих точках. Здесь Герои Труда, потому что медаль за труд и бой из одного металла льет. Армия без тыла очень сложна, так же, как и тылу без армии. Поэтому вот эта связка, она подчеркивает, что мы должны быть вместе, когда есть угроза для нашей Родины. Нам надо сейчас сделать все для того, чтобы мы передали вот эту эстафету отношения, патриотического отношения, любви к своей Родине, вашему поколению, сегодняшней молодежи, чтобы вы сберегли Россию. Студенты Южноуральского государственного университета отметили, что такие мероприятия очень важны, поскольку личное знакомство с героями своей страны стимулирует к собственному развитию. Я считаю, что подобные мероприятия нужны для того, чтобы студенты равнялись на людей, которые являются героями России. То есть каждый студент должен стремиться сделать что-то, тоже такой значимый вклад в развитие нашей страны и прививать патриотизм прежде всего. Патриотический проект «Молодость и героизм» реализуется Министерством науки и высшего образования России и Ассоциацией студенческих патриотических клубов «Я горжусь». При поддержке Общероссийской организации «Офицеры России». Доброта без границ. Студенты и выпускники Южноуральского государственного университета активно принимают участие вне учебной деятельности. Так, на юбилее открытого инклюзивного пространства «Наше место» ребята работали в роли волонтеров. Открытое инклюзивное пространство «Наше место» отметило свой юбилей – 10 лет. В честь дня рождения прошел масштабный праздничный концерт. Порядка 2000 гостей и 150 участников, более 12 известных артистов и насыщенная программа. В проведение праздника приняли участие студенты Южноуральского государственного университета. Открытое инклюзивное пространство «Наше место» очень часто проводит разные мероприятия, для которых всегда нужны волонтеры. Очень часто, допустим, я медиа-волонтер, и медиа-волонтером я стала по собственному желанию, я узнала о нашем месте, мне очень хотелось принять участие. Я пришла, меня очень тепло встретили, проводятся разные мероприятия, и я работаю над освещением этих мероприятий в социальных сетях. Мы снимаем видео, делаем посты ВКонтакте, в Телеграме, ведем также разные соцсети, освещаем форумы, чтобы как можно больше людей могло узнать про наше место и посетить его. Обучающиеся регулярно принимают участие в мероприятиях открытого инклюзивного пространства. Волонтеры помогают в организации, участвуют в творческих проектах и занимаются освещением событий. Недавно «Наше место» объявило о старте проекта для социальных медиа-волонтеров. Участие пригласили молодых людей, которые хотят развивать свои компетенции в медиасфере. Мы ждем всех, потому что задач много, особенно по медиа. Мы бы видели эти километровые контент-планы и все то, что мы должны снять, написать, смонтировать. То есть у нас очень много всего. Конечно, это очень крутой опыт, потому что это такая локальная практика именно в инклюзии. Главные навыки, которым обучают участников лаборатории социальных медиа – легко и ярко рассказывать о людях с ограниченными возможностями здоровья, делать фото и снимать видеоролики о них, раскрывая их особенности и таланты. На базе ЮРГУ прошел круглый стол развития гражданской идентичности молодежи Южного Урала. Подробнее в сюжете. В рамках проекта «Молодой Южный Уралец» прошел круглый стол развития гражданской идентичности молодежи Южного Урала. Проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного фондом «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области», регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых» Челябинской области. На протяжении 2022 года и 2023 года мы реализуем большой региональный проект, называется «Молодой Южный Уралец». И основная суть проекта – это чтобы попробовать, попробовать инструменты работы с молодежью и детьми. На круглом столе обсудили приоритетные направления гражданской идентичности в контексте стратегических задач Российской Федерации, стратегические цели развития гражданской идентичности в молодежной среде, а также опыт организации высшего образования и некоммерческого сектора региона. В ходе данного экспертного круглого стола удалось достичь некоторых договоренностей, например, Южноуральский государственный университет готов вовлекать студентов в различные инструменты неформального образования и опробировать их. Кроме того, Южноуральский государственный университет является партнером и сорганизатором этого проекта. Мы надеемся, что проект в дальнейшем продолжит свое существование. С Южноуральским государственным университетом мы на ближайшее время запланировали уже научную конференцию, то есть это не только обсуждение, но и написание ряда научно-исследовательских работ совместно с представителями высших учебных заведений региона. Среди участников встречи представители Государственной думы Федерального собрания РФ, администрации города по взаимодействию с общественными организациями, некоммерческих организаций, а также проректоры по молодежной политике и социальным вопросам ЮРУ и Челябинского государственного института культуры. Спикеры поделились опытом и практиками молодежной работы некоммерческого сектора и муниципальной власти города по развитию гражданской идентичности молодежи региона. В Южноуральском государственном университете хорошо развито студенческое самоуправление. Проректор подчеркивает, что действительно придерживается в Южноуральском госуниверситете принцип молодежи для молодежи, то есть молодежь сама высказывает те идеи, те пожелания, которые хотелось бы реализовывать в своем университете родном. И в рамках экспертного круглого стола мы тоже подчеркнули, что те инструменты, которые мы апробировали, придумали сами молодые люди для своих одногруппников, одноклассников. То есть мы подчеркиваем, что это не формат нотации, это формат живого открытого диалога. И отрадно, что ЮРУ разделяет эти ценности. Организаторами круглого стола выступили Агентство социальных проектов и молодежных инициатив Российская ассоциация политической науки Челябинской области и Южноуральский государственный университет. Студенты и молодые ученые ЮРУ могут представить свои проекты в области научных исследований в рамках регионального конкурса «Умник-2023». Открыт прием заявок на региональный конкурс «Умник-2023», реализуемый фондом «Содействие и инновации». Он позволит молодым ученым Челябинской области в возрасте от 18 до 30 лет представить свои исследовательские проекты. Основная цель конкурса – это, конечно же, развитие, так скажем, инновационных проектов среди молодежи. Ну, не только развитие, но и еще поддержка молодых, ну, молодежи в целом, в научно-технических, научно-исследовательских проектах с дальнейшей возможностью их, так скажем, реализации в малых инновационных предприятиях. Отбор участников будет осуществляться по шести направлениям – цифровые технологии, медицины и технологии здоровья и сбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы интеллектуальной производственной технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика. Ну, больше всего заявок по статистике получает направление N1 – цифровые технологии, N4 – это приборы. Ну, как правило, они больше всего представляют интерес среди участников, и, как правило, там больше всего победителей в процентном соотношении. Победители конкурса получат гранты в размере 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Также смогут зарекомендовать себя как перспективных специалистов в научно-технической сфере. То есть сам грант «Умник» он именно дается на реализацию научно-исследовательской работы. А вот есть следующие ступеньки именно этих же проектов от фонда «Содействие и инновации». Это, например, «Старт-1», «Старт-2» и так далее. И, как правило, победители проектов «Умник» – они в приоритете в уже следующих этапах заявок. Для успешного выполнения гранта участникам необходимо подать заявку на регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности, разработать бизнес-план инновационного проекта, пройти переакселерационную программу на базе организации, включенной в реестр аккредитованных фондом переакселераторов и составить дорожную карту проекта. Прежде чем что-то предлагать, выходить с какими-то идеями, я советую очень тщательно провести анализ проблематик в той или иной сфере, в которую вы именно стремитесь. Именно найти действительно проблематику и постараться именно Юрише. Именно это и есть, наверное, все-таки ключ к успеху и получению этого гранта. Прием заявок на конкурс «Умник-2023» продлится до 16 октября. Фестиваль творчества первокурсников «Талант Юрку-2023» завершился. Об итогах ежегодного мероприятия расскажет наш корреспондент. Более 150 участников, 3 дня отборочных туров, 5 направлений завершился фестиваль «Талант Юрку-2023». Финальными мероприятиями стали гала-концерт и награждение лучших студентов. После конкурсного дня мы всегда проводим день награждения и гала-концерт. Знаете, в этом году гала-концерт получился очень ярким, очень эмоциональным. Я бы даже сказала, ну, такой фееричный концерт. Я думаю, что он всем первокурсникам и зрителям, которые пришли посмотреть, очень запомнится. Цель фестиваля – выявить талантливых ребят. На гала-концерте выспели лучшие студенты в номинациях «Исполнители-инструменталисты», «Художественное слово», «Вокал», «Авторская бардовская песня», «Хореография» и «Поэтическое творчество». Творческие номера представили 38 участников. Очень классно. Ну, это еще зависело от того, что я сыграл. Как раз я поэтому выбрал и Веру, чтобы можно было и походить, и попрыгать, и похлопать самому. Эмоции от фестиваля получили не только участники, но и зрители. Поддержать конкурсантов на гала-концерт пришли их знакомые, друзья и родственники. Мероприятие, что называется, бомбезное, очень продуманное, масштабное, объемное. Оно наполнило меня огромным количеством каких-то положительных эмоций, существенно улучшило настроение. Это такое мероприятие, где лучшие из лучших среди первокурсников смогли раскрыть себя и проявить все свои таланты. В завершении гала-концерта участников наградили почетными грамотами и призами, а также пригласили в коллективы Центра творчества ЮРГУ, чтобы студенты продолжали развивать свои таланты. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. Смотрите выпуски новостей в социальной сети ВКонтакте, на видеохостингах Ютуб и Рутуб, а также платформе Яндекс.Дзен. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok